В феврале этого года я вам заплатил 2800 долларов, чтобы вы меня отправили в Японию на заработки. Вы сказали, что виза будет через месяц, но уже прошло 4 месяца. Камал Турсухаджаев, в надежде улучшить материальное положение, обратился в компанию «Сабеж». Операторы сразу предложили мужчине работу на одном из заводов по сборке авто в Японии. Взяв кредит в 2800 американских долларов, Камал стал подсчитывать будущую прибыль. Все расходы, по словам директора фирмы, должны были окупиться уже через месяц. Мне пообещали хорошую должность с высоким заработком. Долетели мы до Кореи, оттуда должны были добраться до Японии. А потом началось самое интересное. Сначала нас заперли в каком-то подвале на двое суток, после чего депортировали обратно на родину. Камал Турсухаджаев далеко не единственный пострадавший, который поверил сотрудникам фирмы. Сегодня число граждан, которым так и не удалось отправиться на заработки за границу, более 11 человек. И все как один сегодня осаждают двери агентства в надежде вернуть свои кровные. Руководство ТО «Сабеж», собрав по 2800 долларов США, пообещало отправить за границу на заработки более 10 человек. Ни одного условия из договора представители турагентства не выполнили. Никто из горожан так и не улетел за границу. Денег возвращать они также не намерены. Пострадавшие написали заявление в правоохранительные органы. Представители фирмы, не выполнившие условия договора, не скрываются и не отрицают, что брали с людей деньги. По их словам, 2800 долларов были потрачены на приобретение билетов на самолет и изготовление виз. Остальное – не их головная боль. В данный момент у нас как раз таки указан в договоре, значит, мы не несем ответственности за случай непрохождения заказчикам таможенного контроля и так далее. То есть я уже объяснил, что это вопрос не нашей компетенции. Каждый из обманутых трудовых туристов отдал туристической фирме по меньшей мере 1 миллион тенге. Как признаются пострадавшие, они не намерены сдаваться без боя и планируют вернуть деньги любым путем.